Интересно. Отлично. Вообще интересно. Ну и хорошо, knife так knife. У меня парни тоже, кстати, спросили, вот за кого нам лучше начать, если мы выиграем монетку или ножи? А смотри, команды даже не знают, где вообще ножи играются. Форс стоят и ждут их скота, а эти в мидли. Вообще, это... Ну вот, вот, встретились. Ну, мидли так, мидли, какая разница? Ну смотри, сейчас будет так. Кстати, по поводу равных на ножах, вот, да, на все мои любимые... Да, кто последний умер, тот как бы... О, смотри. Расписали его. А что, стей или... Атаку переходят, форс. Ну, вон, неужели? Вот так вот. Ну, что? Мне кажется, что тускан это карта атаки больше все равно тут приятно. Да нет, на самом деле уже все давным-давно показали, что тускан это карта дефенса, если уметь за него играть. Кто? Ну, кто? Эскан, нави, мтв... Ну, когда играют между собой, там очень хорошо идет атака. Очень хорошо. Да? Ну, ладно. Ну, там туда, опять же, сейчас такой... Смотри, американцы тоже, вообще, у них полный беспредел происходит. Они решили выделиться. Все, лайв, погнали. Так, открой карту, пожалуйста. По поводу раундов на ножах. Помнишь, как вот судья арбалетов килла? Как он объявляет раунд на ножах? ЦТТ... Ну, поехали. Это одна из легенд. Смотри, кто-то умер. Да, кто-то умер, и что происходит вообще? Ну, все, лайв. А сейчас форзы могут спокойно играть раунд, на самом деле, брать его и говорить, мы ничего не знаем вообще. Были рестарты, да. Никто никого не убивал. Все, знаешь, че. One to server is ok. One to server is ok, go. Поехали, все. Going live, наконец-то. Хватит, бла-бла-бла-бла-бла, five minutes, бла-бла-бла is ok, one to server is ok. Все, хватит, Ламыч, у меня тут будет истерика. Все, погнали. Да, погнали. Пиши карту, пожалуйста, очень интересно мне. Ну вот. Мне интересно, как сыграет кол, как бы, если мы угадали. Да, тот же параллельный Ламыч, нужно же анализировать все моменты, смотреть тактику, кто там куда что выходит. Как бы, если мы угадали, то им борода. Чувствую, я буду в рабстве. А что вы вообще хотели? Угадали. Вы хотели сделать фаст? Нет? Нет, мы угадали. Вы угадали. Вот сейчас, по-моему, вот видите, Ламыч, он партизал, он не признается вообще, что до конца, что там, где хотят сделать форс, пистоли. Ну, как бы, это идеальный расклад, вот сейчас отданная А для команды форс. Три плюс два, да? Ну, там есть один, вот, FNX. А, в туннеле. Да нет, все отданная А, как бы, тут бы дверь за контроль, и они должны понять просто, что он там может быть сейчас. Да, один в Респейс, далека, вот пошли дымы. Медл, выход. Ну, что ты? От хелпа, нак, минус, дым тут был, кстати, он вот через дым прострелил дось, ой-ой-ой, опасно, минус дось. Опасно этот чел в двери, как бы. Ой-ой, Фокс, ну, вот чел в двери контролится нелепостью. Куда вообще? Что такое? Куда летит это все? Ничего не может быть. Так, надо прочитать на ковер-чсу, там, кто там, да, кто принимал в самолете. Там как раз уже Марчил описал, кто из российской сборной, что делал в самолете и вообще чем занимался. Не, ну, ты видел, вообще стреляли и просто сквозь чувака пуля летят. Да, мимо, да, куда-то. Непонятно. Ну, ничего, всяко может взяться, смотри, сейчас они купят деглы и распишут их. Думаешь, что-то обговорилось, вот, проигрывание пистолетное? Я не знаю, это решимся или нет называется. Видимо, нет. Видимо, нет, да. Это Б, попытка поставить бомбу, сейчас будет выход на Фолина. Ну, как бы зря, на самом деле, потому что они знают, что он должен быть с Успом. А он не с Успом, он боится тоже, смотри. Ну, он как бы не прочекал, флэш увидел, отфлэшил, отфлэшил. Отхая под ноги всем. Вообще, без проблем. Ну, как бы там сейчас будут АК. То есть, это не страшно, все. Но как отдался пистик, я до сих пор не понимаю вообще. Да. Причем же идеальный был расклад для команды Форц. Идеально заняли для них комплексности. Но вот Успы сразу же минус Дося. Ну, там один минус был в Смок, насколько я понимаю. Да, да, вот Досю в дым сняли, и потом Фокса убили на мидле. Он тоже как-то, но он должен был давать минусы. Ну, видимо, еще... Просто стреляли берстами, на самом деле, стреляют. Но уже было Сэмми в таких ситуациях, и это понятно. И Нелли стоял берстом, стрелял в двери. И Фокс берстом стрелял. И Фокс берстом, да. Вот Дося ВС Феникс в кишке. Да, Свидос. Да, Свидос. Вообще. Ну, пока вот... Ну, пока не очень, как-то все идет, да. Пока комплексности отправляют Форц в ад потихоньку. Я имею в виду вот в сетку. На... в сетку Нави. Но там еще до Нави дожить надо. Ну, тут как бы сейчас сюда должен теоретически полететь флешка. Должен выйти чел с двери у Дефенса. Оп. Ну что, минус от Добы. Ой-ой-ой, в центре. Это все в смаке было. Так, дверь. Дверь. Минус. Минус 2 в 2. И тут как бы, ну, красный чел, минус по любому. Минус Фокс. Нет, мимо подлетела Хаешка. И вот теперь минус Фокс. Кто остался? Овер. Жаль, мы или... Ой, как-то все печально довольно начинается в матче Форс Комплексити. И вот, друзья, ну что, нам стоит болеть и переживать за Форс. Мы хотим, чтобы они попали вот не в сетку Нави и вот, возможно, да, вот есть такой какой-то малышанский, что минимальная ставка, что было бы приятно вот увидеть анали. Русско-украинский финал. Русско-украинский финал. Вряд ли, конечно, да. Но, но и как бы теоретически это возможно. Да, там кто-то с деглом бежит в атаке. Это Фокс. Ну, по-прежнему Фолин и Битк играют на Б. Остальная банда, вот Феникс Эл и Нак играют Аплант. 3 плюс 2 ничего пока что не придумывают комплексити. Ну и вот все дело в руках Форс. Фот Фолин уже с ВП. О, мне кажется. Зиг, пошел Зиг. Глоки. Тут уже третий в доме есть игрок, команда комплексити. Под девятку. Ох, не дадут. Вот сейчас Фолин убьет спину, по-моему. А, нет, там законтролил Кольт. Без шансов. Да, спас. Досия и Фокс убежали. Зигзага, ушли обратно. И тут уже трое просто, на самом деле. В пристройке слева. Ну, тут жестко. Фолин, Битк и Хлповал им Эл. Ико, ико. Ну что, 4-0. Вот первый, первый, сейчас, ну, как бы не первая возможность, но очередная попытка будет переломить игру от команды Форс. И, ну, вот, Ламыч, что бы ты посоветовал своей команде сейчас сделать? Ну, как бы, на самом деле, и первый раунд, и первый девайс на раунд. Должны были брать. Полностью было вообще прочитано и сделано все так, как надо было. И полностью мы знали, как сыграет команда. Да, ну, видишь, он вот раунд не взялся, и что? Теперь Кэп дает команду идти на... Минус АВП, смотри. Причем, посмотри, вчетвером на Зигзаг. Да, сняли Фолина. Вот это хорошее начало. Он поджимал. Видимо, поджимал с бананой или Зигзаг. Давай посмотрим. Зиг, как бы уже нет АВП. Зиг, Зиг выходил с ВП, вот, посмотри. Да, его убили, это хорошо. Как бы вот двое с Зигзага, покажи, контролят вообще или нет? Они, по-моему, заходят Зиг. Увидел, два, два заходят Зиг. Там контролят. Ой-ой-ой. Ну, как бы троих могут не ожидать, двоих, точнее, поджимов. Битка зашел за ящик. Л перетягивается на точку, то инак подтянулся. А Феникс, где же Феникс, он, неужели он в котах контролит? Ну, как бы жестко читается, очень долго, на самом деле. Очень долго. Ну, пошел выход, пошел выход, заняли план. Тут очень хорошо флешится вся точка, минус, отбитка. Фокс вот слепой сейчас ставит бомбы. Элву минусует снизу. Девятка там. Ну, вот ответ Доба и нелепость делают минуса. В доме очень важен Феникс. Два в два ситуация, бит. Ой-ой-ой, нелепость один. На мосту есть соперник. И в спину. Как бы после минуса стоило уже подумать хоть о чем-нибудь. Они стояли 30 секунд на месте. И ничего не делали. Тут стоило вот немножечко похолодить, как делают сейчас топовые, пытаются команды. Да, отойти назад, посмотреть, что там нет, не дали поджимов. Да, даже халдели, но при этом отдали всю карту. И вот этот раунд, который они делали, он шифровался против ФВП, который они убили в начале раунда. То есть его уже не нужно было делать автоматически. Сейчас как бы у них должны быть деньги на самом деле. Не, ну ничего, ничего. Еще вся игра. Впереди 5-0 только. Подсадка, кстати, очень опасная в центре. Вот, вот, увидели подсадку. Да, ну, размен. Халпа. Минус халпа. Снова размен. 3-3. Доба. Ну давай. Доба. Коты в пленте. В пленте есть соперник. Ну уже минус. 1-1. Да, Фолин и Доба. Ну, Фолин опасен. Сейчас, ой-ой-ой. Хаей может накрыть просто. Нет, не долетело. Хорошо переместился. Отлично. Посмотри, как рисково. Вот это вообще уверенно. В дыму. В дыму, да. Это вообще уверенно, да. И это очень хорошо. Вообще хорошо. Ну, в принципе, по позиции планта Фолин, в принципе, поймет, что что-то не так. Но, правда, он пока его сейчас не видит, помбу. Да, вот он только сейчас услышал. Все. Теоретически. Ну, палится. Палится сейчас. Фолин. Ну, что ж ты делаешь? И? Ну, у него даже не попал при этом. Происходит какое-то избиение. Вот такая вот ситуация. Вилат пришел к нам. Все-таки он здесь. Принес нам вкусняшек. Вилат с вкусняшками-полезняшками. Я одну захвачу. Вилат, ну вот что ты можешь сказать? Или ты не видел этого начала? Я смотрю, вилат какая-то происходит. Собраться надо. Ну, Вилат правильно сказал. Надо собраться. Как бы 6-0. Раунд закончился один в один. Ну, кол кучу денег еще до сих пор есть. Так, пошли полезняшки от Вилата. Это добавит нам сил. Это добавит нам сил и добавит, я думаю, сил команды комплексити. Так, не кладь с этапой, подожди. Да ладно, да ладно, не добавят, у комплексити отбавят. Минус 2 на кота. Так, ну тут как бы ситуация такая. 2 в 4, но на БВП. Вот если его убить, но они не хотят убивать. Видимо, они играют по инфе где-то на красный. Возможно. Ух ты. Ну, на красный. Ну, как бы да, так себе все. Не, ну, в принципе, вот я вот сейчас за этим всем делом смотрю. Мне кажется, что вот дело в том, что все-таки стоило, наверное, начинать защите. Если атака, как бы не уверены в атаке, но всегда в атаке можно сделать какой-то тупой камбэк. Ну, не знаю. Если есть план хороший на защиту, там, со стрельбой безумно носиться, вот может быть этого не хватает сейчас. Не сняли красного, упал, упал, по-моему, в миддл, сейчас гляну. Да, упал. Как бы был хороший план на атаку. Причем он полностью... Оп. Оп. О-о-о. Ламыч сразу побежал скайпу. Нет-нет-нет, все продолжается. Ну, и смотрим сейчас, два в три ситуация. Минус. Минус. Не очень. Ну, что ж, друзья. Я могу сказать, что 0-7 овердрайва – это печальная вещь. Ну, как бы там у всех, как бы 1-1-4. Да, нелепо стиль. Доси, один фраг за 7 раундов. Доба и Фокс пока что работают. Да. Не, ну, как бы, ну, можно сейчас вот. Я видел очень много матчей, пока не стоит делать панику. Мы знаем, как играют Форзу. Вот деглы и калаш у Фокса. АВП Банан. Ушел, ушел. По-моему, быстрый выход, зигзаг пошел. Фолин отфлэшивает сейчас. Банан. Уже пробежал один игрок. Я слышал, да, пробежал один игрок. Ой-ой-ой. Фолина со всех сторон обложили. Он сус-пай еще дает минус. Но Оверс делает первый фраг. Фокс. Меньшинстве. Форзе вот сейчас сравняли количество игроков. Оверс и ВП до сезидела. Паспаде 1-1. 1-2-1. 2-1, да. Красный. Но они об этом не знают. Вот Оверс увидел же, что только что увидел. Все, вот теперь точно контролит. Ну, нормально, да, нормально. Фух. Выдохнули, выдохнули. Очень много раундов было вот в такой сумасшедшей борьбе. Вот сколько мы могли взять? Ну, пистолеты могли взять по ситуации, но получилось, что все умерли. Первый оружейный в напряженке прошел. Второй оружейный тоже. Ну, вот и сейчас оружейный и такая вот сложная ситуация против бразильцев. А ну покажи бразильцев у них, как вообще дела. Мы много умирали, я думаю, 1-2 раунда дайка всего лишь. И вот сейчас такой очень важный момент, когда... Подсадка на... На катакте два дула, да. Вот это, ну, что-то у них там не срослось или как вообще? Да я не могу понять, вот что-то... Да, не срослось. Вот сейчас еще разок. Видим добу с ВП, видим досю по туннелю. Он там один. Сейчас уже более аккуратнее, потому что его уже здесь прибивал. Ну, вот сейчас включай А сверху. На раскидку смотреть будем? Да. Ну, давай. Тут уже один дигл, видишь? Тут уже не так все хорошо. Вот сейчас эти... Ну, я даже не знаю, как... Вот они сейчас должны все лечь вообще без вариантов, на самом деле. Как-то вот... Я даже не знаю, как все занять позицию. И мидл хочется, и дверь видишь. Вот мы видим троих, в принципе. Близко заняли котов, под флеш пытаются врываться. И дал минус там Феникс. Снял нелепость. Дося уже в двери. Нет, я буду все-таки смотреть вот. Дося в двери, но как бы... Вот-вот там соперник, видишь, за ящиком прямо. Даже если я открою дверь, он... Фокс дал минус на мидле. Говер с котов делает минус. И вот как раз остался перед Досей соперник. Он справа за ящиком. Но Дося его не чекает. Чекает. Увидел. Красный. Красный, минус. Фокс еще минус. Еще на мидле сейчас будет 5 минус. Все, остался АВП. Все, там кто-то очень прикольно мансует в центре, это Фокс. Не боится перестреливать. Как бы два минуса, походу, да? Ох. Ох. Но он, в принципе, допрыгался. Фокс нужно было, наверное, вот не так жестко. Нужно было уже играть на хелпу, как бы. Да, уже все, уже заняли точку. Лучше не умирать. А бомба вообще стоит или... Бомба не стоит и... Бомба вот несет Доба. Ой-ой-ой. Ой, ну что такое? Да что за непруха? Посмотрим, Доба должен стать уверенностью. Сел на пленте, дался выстрел. Фолин уже с Кольтом, 37-24 у Доба. Ой-ой-ой. Там есть девайс. Два, три в один раунд просто, друзья. Три-один и Фолин вот... Ну и почему он не взял девайс, по-интересному? Не ведется. Не ведется. Сейчас открою дверь, Доба и уйдет. Ну вот тут читается действие. Но вот дальше, ну зачем пошел так? Смешной раунд. Да. Три в один, Фолин берет. А все с того, что вот началось, что Фокс в Мидли не ушел. Начнем с того, что, во-первых, у Доба был АКМ. Во-вторых, как бы Фоксу в Мидли стоило просто подождать, пока он выйдет на его двоих челов и убить его в бок. Ну и вообще это чушь, я считаю. То есть так нельзя вообще разыгрывать раунды. Это, я не знаю, что это, волнение, там, уверенность уже через чур, там, излишняя, которая просто за которую наказали. Короче, бред. Бред. 8-1. Очень много ошибок. Вот я надеюсь, что это все ошибки, которые допустят Форс на турнире. Все, хватит. Парни, покажите то, что умеете, ведь. Калаш, дигл, глок, да, два калаша. Волевуха, да. Два дигла и глок. Два калаша, два дигла и глок. Вот и смотрим. И снова мы заходим в Зиг. Там четверо на Б, на самом деле, очень быстрая хелпа. Да, там вот Л в хелпе, Нак. Где Нак находится? Нак в хелпе, а где Л? Ну, очень быстро. Это моментально два в окне. Ну и вот Доси, на самом деле, Фолин, вот то, что он взял раунд один в три, это не показатель. Он, на самом деле, потерпает уже второй или третий раз. В голову попали с глока, посмотри, что происходит вообще. А где, где, где остальные? Хорошо, хоть так. Вышел один, ну, это что, фейк какой-то? Вот Доси, Доси, Доси в спине. Покажи Досю. Ну вот, вот, видим мост. Доси в спине, вот девятка. И вот сейчас вот тут пробежал только, что Доси слышал от этого игрока. Нелепость с ВП-минус. Сейчас на мосту появится еще одно тело. А, ну, оно уже под мостом. И все, и все, и нелепость с ВП еще с ним. Ну, теперь, как бы, у команды комплекции полторы тысячи в данный момент. И вот этим нужно очень сильно воспользоваться. Да, ну, тут, конечно, по максимуму нужно делать восемь-семь и уже, вот, да, душить в защите. И, потому что выбора нет. Ну, как бы Fallen, да. И вот все, все поняли, шестнадцать к трем. Я надеюсь, что по статистике вот будет против моих слов, будет, как получится, карта защиты, потому что комплексы уже выиграли защиту. Я надеюсь, что Force также выиграет, только гораздо с большим счетом свою защиту. Ох. Ой-ой-ой, четыре зиг. Четыре зиг, один банан. Выход, там один Фокс, бедный Фокс. Ой, хорош, Фокс, ну, что, впряться. Ну, тут хилпа еще с мидла и остается как раз человек с девайсом, по-моему. Нет, это Феникс что-то. Нормально, короче, эко прошло безопасно практически. Так, как нужно, да, так, как нужно. Отлично, вообще, на самом деле, вот, восемь-три и... Все не так страшно просто стало, как было вначале. Теперь надо вот сломить снова оружейный, дальше снова эко и, как бы, добить до восемь-три и погнали. Главное, чтобы Доси включился. Доси уже включается. Шесть фрагов у Доси. Шесть-восемь, одиннадцать, одиннадцать, Фокс, Доба, восемь-десять, шесть-восемь, Доси, нелепость, четыре-девять, три-девять, овердрайв, Фолин, шестнадцать-четыре, вот, как раз он брал раунд один в три плюс план диффузил, это уже шесть фрагов. Пятнадцать-семь, битк, Феникс, одиннадцать, десять, Эл, Нак, три-девять. И снова, ого, четыре, зигзаг, второе эко, нет, да, второе эко, второе эко. Полторушка, все правильно было посчитано. Парни, много во второй, ну там... Ну вот снова на том же месте умирает Фокс, как в предыдущем раунде, вот стоит, наверное, подумать о своей позиции. Вот тут... Ну вот как бы три в три, и зачем это надо было, и вообще зачем отдавать эти девайсы, даже если и как бы раунда не берется, то есть уже сейв, ну зачем? У чуваков все плохо с экономикой, вообще плохо. Маджестик выиграл первую игру в Варкрафт. Отлично. Забирает свои пирожки от Вилата, мы оценили. Ну все, и вот Фоллона подарили как бы это ВП, теперь у него будет не один раунд ВП, а два раза. Ну, теперь у него лишняя куча денег, два эко он сливал, у него там будет где-то шесть-семьсот. Да, причем, заметьте, что сливали они как бы с успами, один дигл у Феникса на втором аж эко. Да, у бразильцев там сейчас будет все плотно, плюс вот опять же один, сколько, не один девайс, вот калаш отдали, это еще плюс... Денег на два раунда. Плюс три сто, считаю, что добавили, то есть коль три сто стоит, калаш две пятьсот, но... Ну все понятно, как раз. Так, вот интересно, как теперь просто сыграет команда Форз вообще... А вот сейчас бы какая-нибудь аркада-банан, вот. Ну нет, не банан, просто аркада, а ну покажи. Давай, я включил. Покажи, да, сейчас посмотрим. Дикая, лютая аркада, вот как они умеют, вот эти парни очень умеют аркадные играть, но там по маркаду-код пошло. Или занимают позицию, да. Нет, занимают позицию, играют. Доси, Доси в кишке, очень быстро бежит, и опять сейчас встретимся с Фениксом, включай быстрее. Ну вот Феникс, ну ладно, Досю. Включи ВХ, вот он справа, Феникс, он за ящиком. Опять тащит так же. Почему? Король подвала, Феникс, на самом деле, сейчас демонстрирует, что уже не первый раз он там будет убивать Досю. И вот я, кстати, об этом в трансляциях иногда говорил, что я считаю, что надо, наверное, все-таки ходить двум в туннель, доводить до позиции, возвращаться, играть раунд на А. Это очень долго, но... Нет, это не очень долго, как бы так можно делать, но тут суть вопроса в том, что если чел там играет один, то он должен сыграть аккуратно очень. Ну, а понятно, аккуратно очень, но все-таки террористу нужно идти, а игроку Диханса нужно... Фокс, учитывая то, что он уже убивал его оттуда, где Фокс, в общем, в миле, что ли, у них там тусит? Да. А че меть вообще, а там чел за ящиком достичь. Все, минус, и слева, в холпу, за ящик, ухорош, Фокс, какой красавчик, и третьим еще... А ВП красный еще, наверное, не красный. Ну, Фокс жестко туснял, Фокс забежал в респ. И его сейчас выкуривают в респ. Да, тут нужно успеть было занять позицию хоть какую-то. Ну, очень хорошо быстро среагировали комплексы, на самом деле. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, ой, доба-доба, ну что такое, вот снова 46-48 хп. Овер остается, ну что, овер, дает флэш высоко, дым перед собой. Ему флэш тоже в лицо, все слепые, все в шоке. Он прошел, прошел, хорош, услышали? Услышали, нак, услышал, да. Ой-ой-ой, на в аренде. Минус один и на добивании, ну тут все плохо. Снова фоллен. Снова фоллен, снова дефуз, снова отдача в мидле, точно такая же глупая, как и в прошлый раз. Видимо, было непонятно, что там не надо с ними стреляться, они туда попадают. Да не то, что попадают, вот просто на самом деле тут доба не попала. Одного мог сразу снять, но... Ну, а как бы аризон какой? Вот поставилась бомба, и чуваки к тебе выходят бочиной. Ты можешь просто присесть там даже на этом мидле. Они не знали, где эннами. Да, да. Они выкуривали чувака в респе и не знали, где эннами все это время. И потом просто в спину в любом случае, либо разменивая чел с плента, либо разменивая чел с мидла. Обоих очень легко. 9-4. Вот это уже лишнее. Зигзаг, АВП, Фоллин, минус, доба. Ну что, и тут хелпует ему, Кольт бит, минус 2 делает, Фоллин сейчас тоже выйдет, будет контроль. Ну, плант вылетел. Плант вот тут как раз сейчас у комплексити. И спину поджимает уже Феникс. Там Доси, там Фокс был. Там Фокс. Ну тут сила братьев Столяровых поможет команде, интересно. Сейчас посмотрим, раунд 2 в 5. Братья остались. 4 на Б. Сейчас они просто возьмут и будут пушить, я так подозреваю. Не, ну там плант в зигзаге, его нужно забрать. Ну, плант забрать это не так уж сложно. Вот, к сожалению, из-за бага тут Тускана. Тут мы не видим плант. Вот все подобрал, подобрал план Доси. И отлично, друзья, отлично. Сейчас еще раз катаю, лишь бы не добы. 50 секунд, Фокс... Как бы там АВП вот... Ага, нет, там полностью Адаль. Там вот ХЛП, только Нак будет. Вот он выходит из ХЛП сейчас. А Столяровые, что, 1 плюс 1, либо вдвоем сыграют. Бомба-то у Доси при этом. Ну вот как так вообще? Два коты, ну это опасно. Очень долго вот. Сейчас уже может АВП перетянуться сюда. Не, конечно, вот двоится, а АВП просто подтягивается. А там минус такой, что сейчас, когда чел будет проходить в плант, вот он как раз выйдет. Вот минус ХЛП, и вот выходит АВП. Увидел. Минус. И в центре... А, нет, там двое, двое кот. Вот все, полетела вся команда, остается ФОКС. 25 хп, он фраг лидер команды ФОРС, но ТР-3. Но Фолин брал сегодня. Деньги нужны на последнее, он правильно делает. Он просто ставит. И выходить зажатой кнопкой вот тут. Эх. Сейчас бы так чук, хоть чук, хоть чук, хоть чук. На две халявки залетают, и может еще разрулить там. Да, 10. 10-4. И, друзья, пока что вся Россия, я думаю, что в Украине, там и Прибалтика, немного в печали. Мы немножко не получили пока что того, что хотели увидеть в исполнении команды ФОРС. Как бы да. Ну, есть еще вот их дефенс, их будут вот такие аркадные вещи. Я думаю, что, ну, может быть, получится в начале игры сломить бразильцев в начале второй половины, и именно пушить, давить их и устроить какую-то интригу. Но это все, опять же, пистолеты. Опять же, при таком счете пистолеты крайне важны. Да, да. Да и вообще тут, на самом деле, за дефенс сложно по экономике играть. Нет, так вот, на самом деле, начало раунда, полное исполнение от команды ФОРС, ну, оно классное было. Там вот с пистолетом раунда все правильно и все нужное делали парни. Но вот после размена происходили какие-то вот веселые истории. Глупые вещи, да. Вот теперь два. Вот два, вот, все, пошло, два туннель. Потому что там этот Феникс очень жестко напрягал Досию, и теперь два туннель. А, ну, можно и будет двое выходить, в принципе. Два кота, один центр. Там просто, если грамотно человек играет в центре, то он там нормально мансует. Кидает три гранаты, дым, дает флэш, дает флэш на плант, и его главная задача раскидать. Вот минус от Феникса. Посмотри, какой он жесткий. Гранат, видимо, нет. Он бил двое в кота. Он просто ворвался под флэш в кота, да. Очень все жестко. И теперь дверь просто вообще... О, 11-4. Интересно, как такое произошло? Они с гранатами там стояли, что ли? Нет, я вообще... Он просто их поймал. Ну, не важно, короче. Смотрим пистику. Четыре, это не три. Как бы есть запасной. Ну, такой... Всякий случай. Для себя, Рава. Ты помнишь, как мы играли с ДТС? Да, я помню этот финал ЛКИ. Хотя тут не важно, за какую сторону, на самом деле. Там как раз Есенин тогда отжигал очень жестко на зигзаге и вообще вытянул сумасшедшего. Мы потом после этого не играли опять Готт-Тускан. Ну, смотри, у вас была другая ситуация. Вы делали камбэк в атаке, а тут нужно сделать камбэк в защите. Мы после этого не играли Готт-Тушкан, чёркали его всегда. И тут на арбалете Украина СК-23 в группе, при том, что нам нужно было выиграть только 2-0. То есть по-другому мы не выходили. У нас была одна из карт Тушкан. И мы вот за дефенс год спустя выиграли там 12-3. Ну, смотрим. Так что... Вперед форс, могу сказать только одно. А вдруг, а вдруг. Надо тащить, а это чемпионат мира, у тебя выбора нет, он должен за каждый раунд, за каждый франк. Не второй раз такое делают уже. Ну, они второй раз все, что РСП подбирают или что? Что делать в комплекте? Я вообще не понимаю, что они делают. Ну, по-моему, судьи должны предупредить, потому что когда у тебя написано Live Restart, то он не просто так. У тебя же спрашивают, что команда готова, 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 все, все сказали готова, пошел Restart. И тут вот... Да, ну ещё такой расклад, что там даже в правилах написано просто, что вот... Если игрок не успел настроиться или если там бла-бла-бла-бла-бла, то как бы могут дать их нарезы за это или предупредить хотя бы. Да, это новое правило, суровое правило ВЦГ. Но на самом деле форсы остались на РСП. Ламыч, тебе там не пишут, не звонят, ничего, посмотри. У тебя сообщение в стиме мигает. Да нет, это я не знаю, кто это. Я посмотрю, конечно. Да, может быть, Ламыч, что делать? В конце концов. Не, что делать, это за атаку было. И на самом деле делали они все правильно, только... Только не получилось. Только исполнение как бы подвело. Да, вот судя по карте, я еще раз скажу, что в принципе... Практически они делали все правильно. И Дося знал, что этот чел будет в кишке. И знал и второй раз, что он там будет... Как бы это в девайсном раунде, в пистике. Мы знали, что они отдадут. Ну ничего, ничего, Дося еще раз играется. Но хотелось бы, чтобы он играл в той сетке, в которой нужно, и не в сетке Na'Vi. СК-15-2. С кем? Там, Неваль. Поляки-10-7. Вот сообщение от Вилата, СК-15-2, Поляки-10-7. Да, смотрим пистик. Откуда побегут Форс, мне интересно. Это мы не обсуждали просто, как звезды станут. Сейчас нелепость даст. Пять туннель команды. Ну да, давай посмотрим, где большинство команды Форс. Погнали. Погнали. Четыре мидл-доси на кота. Подсадку будет делать, нет? Ну это не зачем они это делают, а че умеете. Просто я сказал парням, что угодно, кроме этого. Ну вот, что, дома на хорошей позиции. Ну там в 2D они сидят даже. Это очень старая пистолетка. Еще Амиран на мою, когда ты нашифровал мне. Тут один. 2D-центр, вот так вот 2D. Второй будет подрезать. Ну как бы комплексити знают это, посмотри. Они сидят на гренах там. Кто пошел? Кто пошел? Фокс пошел и вот грена. Ну вот и грена, да. Они как бы это знали. Не, ну это модно пушить мидл сейчас. На. Еще раз. Хорошая плюшка такая полетела. Надо подвинуться, молодец. Хаешки. Ну что, вот я надеюсь, что бразильцы ломанутся в мидл сейчас. Доба, наказал, красавчик. Дал инфу, там 3, овердрайв. Хорошо, хорошо так как. Ну все, и последний там мало. Не нужно умирать. Не нужно умирать. Дося. Дося. И нелепость. Да, 2 в 1. Все, Дося убивает. Хорошо. Хорошо, то что нужно было. 11-5. Доба исправил. За Фокса отработал. Минус 2. И такая плюшка была. Вот второй раз я вообще очень сомневался, что зачем, куда летит Доба, но... Не, ну на самом деле бразильцы тоже оленя. Это вообще жесть. Они полностью знали пистолетку и точно так же ее не взяли, как Форс. Команды отличились просто в пистолетках обе. Обе команды показали вот хорошую, в кавычках, игру. И смотрим. Тут сейчас мясо в зиге будет. Мясо в зиге. Нелли минус 3. Дося не дает кольт. Хорошо, хоть так. Ну, ну, нельзя. Ну, хорошо. Пока хорошо, но помним счет. Ну, про счет сейчас, наверное, Команди Фору забыть немножко. Ну, как бы да, надо летать и давить. Не отдавать раунды и все. Дося с топором должен бегать просто и тушить чуваков. По-другому вообще никак не получится. А здесь шлем викинга. Шлем викинга. Топор. Зачем викинга? Шлем или муромца там какого-то, я не знаю, топор. Все, смотри, в атаку. Кладенец меч ему надо. Скупились? Все, 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 аркада коты. Ну, тактику... Комплексити скупились или нет? Покажи мне. Нет. Комплексити спалили этот расклад. Теперь нужно успеть набегать. Там Дося. Все нормально. Бомбу не нужно давать ставить. Хе в ноги всем. Да, хороший хе. Слепой, но как бы бомба... Хэтшот получил Дося. Сколько? 43. Слева минус. Бомба ставится. Нелепость холпует. Бомбу поставили и сняли еще и Досю. Какие лютые. Ну, все. Всех убили. Минус один. По одному девайсу на каждом мэке. Не так страшно. Нормально все. Но дали поставить бомбу. Вывод АВП. Оно будет теоретически. Не, ну, в принципе, вот какая игра должна быть на Тускане вообще? Ну, что, традиционно, грамотная игра. Это выход, коты, центр, там, дверь. Все, как бы... Ну, это сплит. А, да, как бы. Если делается идеальная платформа, там, из кишки чел выгоняется, как это делала, не сделала команда Force, точнее. Да, то все получается. То все получается, как бы. Если 3 в 1 раунды еще не отдаются. Давай, я включу карту. Так, вот тут 4 коты, тут опять, смотри, что происходит. Тут нелепость в центр полетела и коты. Да, он дал флэш и аркада коты. Спиной под флэш. Справа там целая куча бразильцев. А, 2 в туннеле, они побежали на сад, они услышали эту аркаду и вот сейчас наказывают за это. Размен. Сейчас еще двое поднимутся, да, вот они поднимают, там нак один и двое подтягиваются. Все, уходят форзы, все правильно. Это правильно. Это правильно, да, как бы. И теперь надо с другой стороны втроем вообще сейчас котов вылететь. Вы уже в своем стиле форзы, летающие, летающие россияне. Как бы мало хп, это плохо, но есть АВП, которая может спасти всю ситуацию, если честно. Как бы вот, если они увидят вовремя выход скотов, ой. Они вернулись, они пошли снова по туннелю вдвоем. Пытались хелпануть, теперь услышали эту аркаду. Это очень плохо. Доси этого всего не слышал. Ну, Доси смотрит, мало хп. Ну, мало хп. 21. Тут просто прострел, вот просто. Только волшебный спрей спасет. Только. Ну, я не знаю, какой волшебный спрей. Тут, по идее, чувак, который выходит с двери, он, в принципе, сам делает вот префайр какой-нибудь вот в эту позицию. Фаулин минус АВП снимает Фокса на мид для карты. Вот это проблема. И посмотри, тут двери, код, все. Минус 2. Моментально. Ну, как бы деньги есть, слава богу, на еще одну попытку. Да. И, в принципе, нелепость, нет, 4, конечно, да. Там правильно, да. Тут сейвить надо, как-то прятаться, не знаю, залазить на пальму, вот тут как раз где-то там рядом. Вот оно. Жаль, что сюда нельзя залазить, подсаживать так. Да, вот бразильцы, видишь, они, как бы, они захолдили, подождали, переждали, потерпели, да, и опять пошли туда же. И вот это вот было правильно. Я не знаю, что вы с эту карту тут не подняли немножко. Тут столько нычек прикольных тут. Лучь, подсадка. Так, там уже раунд скоро будет. Нет, там еще нет. Зеклама. Да, просто фастфудов американских, да. Ид, фреш. Так, нелепость за сейвил, как бы, у него есть дроп точно. Ну, смотрим на карту. 3-1 во второй половине, общий счет матча 12, сколько уже, 12-7 в пользу команду комплексити. Но мы верим в то, что... Тут как бы ключевое сейчас на самом деле. Ну, конечно, тут нельзя, если сейчас удают фарзы, там дальше эко, и как бы уже там останется такой, нельзя отдать. Ну, вот, 3-7. Мне это все равно, эта позиция напоминает какой-то смайлик, какую-то обезьянку, смотри, видишь. Такие глазки, вот это ухо, одно. Да, 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 согласен. Или чувака с противоразмом. Как бы там контроль это ВП Досю. Смотрим, что получается. Он не отдался. Поздравляю. Ну, пока. Вот. Ну, а ВП, да, оно смотрит немножко под углом. Вот этот первый может получить сейчас пачку. И вот теперь... Вот смотри. А, он не вышел. Вот это ВП, какой поджим. Вот первый может... Есть, Доси, минус. И Фолин. Жесткий кипуля, вот честно скажу тебе. Ой, это я переборщил. Включаем карту, смотрим. Кота уже пытаются выйти. А там аркада на коты. Кто там помчал такой безумный? Доба. На даблдаке врывался. Как бы Нелли, Фолин. Это ключевой момент сейчас вообще в игре. Это вообще... Я не знаю, как это называется. Нелли-то уб... А, вот Досиан отсюда, кстати, нормально собирает иногда. Да, вот Доси... Куда, 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 Досиан? На, тут дым. Видимо смог, да, там. Видимо смог. Они уже подсадились. 68. Он это понимает. Сейчас будет ловить. Не видит дым? Дым, 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 да. И вот... Увидел Досиан. Досиан, вот он еще справа на двери, еще соперник. Слепой, походу. Нелли как бы его зафлешил, но они не знают. Они не знают, где он... Он в кустах. Эллс придался в кустах. Он контролирует Доси на планте. Дося. Да, сразу, сразу в голову там. Как бы сейчас ситуация такая, что у команды кол есть деньги на раунд. На еще один. Но если они его отдают, то счет станет автоматически 6-1 сразу, уже даже не 5-1. То есть там будет сразу эко, и причем после этого, если они не поставят бомбу на том эко, который будет как бы сейчас, отдав раунд, у них не будет граната 5 на раунд. И это как бы... Ну вот смотри, видишь, они на самом деле тоже, они видишь, уже засуетились, они общаются, там видно, что они сидят и разговаривают. Фолан с АВП опять или нет? Ну должен быть, сейчас глянем. Контролят ли опять просто. Овер пошел, 2 туннель, 2 туннель. Все, вот все, карта же отрезана, зачем дальше? Дойся все равно перестреливается. Дойся мансует там перед фоуном. Все, вот этот момент, вот все, полкарты отрезано, когда вот АВП сидит в ключе овера. Ключевой же момент в кишке. Позиция как бы... Позиция не очень. И вот, а бразильцы ходят 2 туннель. Да. Потому что здесь все как бы, вот эта позиция отсюда уже не уходится. Там, где стоял Феникс, оттуда уходится, даже если ты не убил. Доба подрашил. Фокс АВП дает минус. 3 в 4, Доси закадил центр уже. Нелепость, а где же нелепость? Коты ворвался и дал минус. Все, теперь держится дверь, там двое. Ага, еще. 2 в 2. 15. Унака, Доси тут ха. Тут еще есть шанс взять раунд, ты знаешь, причем очень неплохой. Они тут вдвоем при этом, молодцы. Доси 70 ха получил. И Фокс. Стома, братья Столярова остаются, дымы. Хорошо. Фокс поймал перетяжку. Красный. Нет, нет. 100 хп. Фокс знает, где находится. Ну, он уверен в ВВП, и он будет стреляться до конца, это я точно могу сказать. 5-1. 5-1. Теперь мы смотрим. Деньги должны быть закончиться уже. Сейчас деньги в любом случае закончились уже, но сейчас нельзя дать просто поставить бомбу. Это очень ключевой момент в данный момент. То есть это вообще... Вот если сейчас не оставится бомба, то дальше вот так летая, как бы бразильцы ничего не смогут уже сделать. Ну, если Форс продолжит вот так вот играть, как бы не давая делать им тактики. Да, они не дают, они просто вот летают по карте и заканчивают тем, что все ситуации заканчиваются ситуацией по разменам. В атаке вообще, в лютой. Причем нестандартные позиции вот всегда у атаки, вот после таких вот залетов от команды Форс, пролетов давайте так назовем лучше. Смотри, что происходит. Это Фокс. Да, это Фокс. Они не знают, что тут Феникс. Получите, распишитесь, АВП, опасность, еще минус в мидле сейчас в голову нарисуется. Не-не-не, Овер сделал ноги просто сразу же, он не полез на этот раз. Ну все про... Ого, тут нельзя ошибаться, вот Досе отдался, ну... И как бы денег-то у Дефенса нету, вдвоем остались в прошлом раунде. Зачем? А где бомба вообще? Бомба лежит где-то на коте, наверное, потому что там умерло трое. Как бы, либо в Зиге, возможно, там не по... Ну, я думаю, что на коте все. Ну вот... Ой-ой-ой, вообще не знаю, где находится соперник. Вообще не знаю. Ну, как бы, да, учитывая позицию Овера, понятно, что бомба все-таки на коте. Оно нажмет тап, фол. Где, лучше нажмут. Все, спалился, сам стрельнул, и вот теперь уже все. Да, ну... Хороший счет. Почти сравняли форзы. 12-10. Опасность все равно, жесткая опасность. Денег у них нету. Нету денег. Как бы и тут, знаешь, вот каждый раунд ключевой. Пока они не закрепятся по экономике, для них каждый раунд будет как последний просто. Потому что они отдают один, и у них там... Да тут вообще такая игра пошла. Вот мне очень нравится то, что бразильцы не могут прийти в себя. Они... У них нет вот таких, знаешь, глубоких тактик. Вот принимать коты там издалека вот с этой позиции, а потом выходить там... Вот просто... Ну, как должна играть атака по дефолту? Они должны вот находиться вот здесь вот перед нулем. Доси играет сам в дуге. Вообще сам. И его наказали. Нет. А, нет. Наказали Доси, где Фокс поймал черка. Фокс поймал в мидле, я так понял. О! Фокс уже зигзаг. Вот это хорошо. Протопил и пошел дальше. Это хорошо, и как бы два дула в кота. Ну, два плюс два. Вот тут надо быстрее поджимать парням, вот не липасти и Фоксу, потому что там трое кота идут уже и... Все. Да, Фокс дал минус. Красавчик. Все, показывай коты. Ну, он же под тобой уже. Хорошо. Да, ловер минус. В планте Доба. Смотрим. Позиция, на самом деле, идеальная. Если не слепнешь, то... Подсаживают, подсадили. Это железное минус один, как бы. Вот следим за бразильцами. Подсадили. Один снизу. Снизу сняли. Фокс хелпанул. И все, есть инфа у Доба, что там тип на ящике. Фокс, Фокс начал. Вообще, Фокс классно стал. Вот этот Тускан проводит великолепно. 7-1. Да есть же. Да есть же ж. 12-11 счет и почти сравняли Форс. Да, вот был такой момент, когда мы уже сидели и думали, что вот почти. Габелла. Почти Габелла уже. Но все-таки надежда была и, видимо, не зря. Вот все-таки летающие, летающие россияне, они же Форс. Как бы просто так ты можешь не забивать себе голову никакими раскладами, не надо читать игру где, что, почему. Вообще, тут ты просто как бы не напряг... Так, сейчас будет флешка в Зиге, там есть чел. Ой, их сейчас тут могут всех убить. Вы чего? Тут аркада Зиг идет. Я не знаю, успевает ли помочь. Чел с окна успевает. Ой, вообще, вообще. Вот они еще. 12-12, да. Вот он, вот он раунд. Сейчас кто-то захватит лидерство как бы. У Фокса Респ. Ну, с таким Респом можно бежать в аркаду, подстреливать коты вообще. Я не знаю, куда угодно можно бежать, отстреливать вообще. Я не знаю, что будет делать Фокс. Ну, тоже ничего. Просто бежит в атаку на коты с АВП. И так, тут опять кишка. Ух, Феникс. Тут опять кишка, и тут опять противостояние овера. Ну, в этот раз он убил. Ну, как же не помню. Звонил Визию, очень волнуется. Да, в прошлое... О, смотри. Как идет эта игра? Тут 3 в 2 команда Complexity в плюсе. Есть АВП, который... Есть Дося, тихо. Ну, я-яй. Фоля, ну. Все, да. Ничего страшного, 13-12. Тут уже другая немножечко играя в этом матче. Тут нужно теперь душить. Ну, теперь как бы есть деньги, потому что ЭКО без потерь было. Деньги обязаны просто быть, если они не скупились там с деглами, то деньги у них есть. Должны, должны. Ого, Фамос. Тем не менее, да. Вот так вот происходит. Как бы у Фокса должно быть АВП. Это главный момент, вообще ключевой. Ух ты, какой ракурс. Ого. Так, ну, Форс, ребятки. Очень надеемся. 4 в коте. Подсадка. Подсадили овера на ящик мидли. Позиция плохая, на самом деле, очень видно вообще со всех сторон. Доба при этом кота только чекает. Ну, вот все. Теперь как бы должно сыграться 4А. Опять человек в кишке, но это не проблема. Вот тут как бы стоит 2 АВП, видишь? Да, да. Я смотрю, да. Вот и Фолин, и Фокс теперь друг друга ждут. Там кто кого пересидит, и вот он Фокс, и я сейчас вам покажу вам Фолина, он там с другой стороны его, вот видите, ждет. Ну, там лежит смог, как бы, Фоксу смог видно. Лепость где-то шлепнулся там. Лепость триксует. Как бы там уже чел в кишке близко, и вот это опасность. Ну, как бы нет, он еще не так уж и близко. Да, он боится уже. Да, он уже, на этот раз боится. Уже все вернуты, где сняли Добу? Ну, опять, вот зачем умирать? Ничего не происходит на карте пол, карты контролятся. Зачем умирать? Он пошел посмотреть, что уж происходит там на котах, и вот он умирает. Как бы все равно, 3 в 4 на А. Да, в меньшинстве на А, ну, там Фок до сих пор, Доси на Хлпе, и 2 в Планте. 2 в Планте, но как бы, если двери не убьют, то страшного ничего не будет, в принципе. Ой, даже не знаю, куда смотреть. За нелепостью посмотрим, тут будет мансовать сейчас. Очень плотно, ему надо и дверь смотреть, и котов смотреть. Вот она, дверь открывается, сейчас оттуда вылетит граната какая-нибудь. Фолин снимает Фокса, кстати, с ВП. Вообще все, провал. Все, да. Это Габелла почти, что. Да, и это Эко. Практически, с очень большой вероятностью. Он тут как бы в группе, когда 2 команды, то играет с овертайм, потому что нужно определить все-таки, кто выходит с первого места. И тут как бы не стоит бояться этого Эко. Но опять, зачем? Вот они отдали 2 раунда, все время, когда они вели, они очень сильно поджимали, играли, ну, хотя бы если не в плюсе, то знали информацию о соперниках. Сейчас они перестали поджимать, и 2 раунда, которые они отдали, они отдали в минусе. Так нелепо и залетел. Ну что, Диглы, Эко, ну, давайте, парни. Эй, убить, убить, убить. Вот он, Дигл, ну, хедшот поставил. Тут бомба, тут бомба. Тут бомба. Нет, видишь, там трое, все. Да, там хей, все, как бы. Овер еще спрятался. Нет, не спрятался. Овер 15 раундов есть в активе команды Complexity. У Форзов. Три матч-поинта у Complexity как бы. У Форзов 12, и надо три подряд раунда тащить, выводить игру на овертайм, и уже овертайм вытягивать. Опять же, напомним, что в этой группе две команды, обе вышли в плей-офф, но нужно определить, кто с какого места. И вот честно, со второго места уж очень больно выходить команде Force. Не то, что больно, а неприятно потом будет, хотя. Ну, вот опять чел пошел в кишку. Что делает вообще команда Force? Я уверен, что... Нет, один на этот раз битка, один пошел, вот-вот, очень аккуратно. Ну все, они как бы уже напрягли достаточно сильно кишку, чтобы туда можно было ходить одному. Фолин продолжает, вот сейчас второй раунд подряд снимает Фокса. Причем там дабл, там у Доси. И вот нелепость придет. Вот бразильцы, конечно, в подвале играют намного лучше, и они вот... Не знаю, они контролили подвалы в первой половине и во вторую, они там перестрирули постоянно Форзов. Я не знаю, с чем это связано, вот, ну, наверное, мало игровой практики у Форзов. Тут умирает еще один чел сейчас. Да, все. Ну, там Добос ВП, кстати. Принимает Котов, два в четыре, хорошая, хорошая возможность для Комплексити, свой первый турнир под новым клан-тегом, выиграть свою первую игру. Это же первая игра для Комплексити, да, под новым клан-тегом? Не помню, да, возможно. Тут они идут на Б, как бы... Или не идут на Б? Ну, ПТА... Нет, не понял. Что они делают вообще? Они через РС... Это как-то странно, да, вот ты видел? Вот что это вообще такое было? Команда, да, пошла на Б. Команда пошла на Б, Овер перетянулся на Б, и команда пошла на А. По какой причине, вообще непонятно, откуда это решение вообще взялось. Без какой-либо инфы вообще. А, нет, была инфа в Мидле, что чел перебежал, фолл он видел его, как бы. Ну, тут вот... Серкл. Все. Дернули АВП. Теперь мне надо... Прифайром даже, по-моему, пробивать. Не, не прифайром, ну, все. ГГшечка. Победа команды. Да, победа команды Комплексити. Тут нет смысла играть, еще раунды, а это просто вот вверх. Ну, как бы поборолись, недоборолись. В первой половине на ошибались в начале. Слушай, может, у три команды? Нет, нет, две команды. Ну, понятно. Во второй половине, как бы, начали хорошо, потом опять. Ну, как бы, судьи тоже, вот, они сейчас показывают неграмотность. Они могли сейчас просто сказать, что, ребята, все. Да. Как бы так было на ИСВЦ, по крайней мере. Вы сыграли. Тут... Тут уже нет смысла какие-то раунды, играть, что-то делать. Не, ну, может быть, в эти раунды кто-то там, не знаю. О, вот так вот нужно было. Статистика. Статистика. Разве что для статистики доиграть, ну, как бы. Все, уже пошла летающая игра, друзья. Но тут уже не на что смотреть. Могу вам сказать, что... Да, это конец, как бы. Это конец. Завтра можно уже, наверное... Завтра Нави у нас играет. Да, завтра у нас Нави, причем Нави играют в 7.30 по Москве, 8.30 по... Нет, 7.30 по Киеву, 8.30 по Москве. А, еще нет. Да, ну, у меня все, да. А вот дальше Вилат и Варкрафт. Вилат в атаке. И вынос мозга. Вот, по-любому. Вилат очень четко комментирует. Да, я фанат Вилата. Да. Лам очень признавался, что он все матчи по доте смотрит. В принципе, как и я, наверное. Не, ну, как бы, это лучший комментатор вообще на территории СНГ. По доте точно и вообще по эмоциональности вообще это очень все клево. Так что смотрите Вилата сейчас. Да, да.